Многие люди, они ищут чудо по жизни, не пытаясь при этом по-настоящему работать над собой. Настоящие чудеса мы можем делать сами, и проявляется это в простых поступках. И, наверное, в этом и осуществляется магия творения, творение событий, пространства. Но сейчас такое время, когда все знания открыты, и на самом деле их нужно брать, брать и работать с этим, изменяя свою жизнь к лучшему. И, наверное, только ленивый не хочет стать лучше, здоровее, жить в изобилии, иметь финансовую свободу. Те люди, которые говорят, что внешние обстоятельства влияют на них, они, конечно, лжицы и вруны. Никто ни на кого не влияет. Сейчас есть все инструменты для того, чтобы стать по-настоящему счастливым. И моя скромная миссия заключается в том, чтобы передавать те знания, которые были получены, накоплены мной. Чтобы человек смог пробудиться и стать по-настоящему счастливым, используя эти инструменты, навыки и знания. И очень важно, на мой взгляд, искренность, искренность и быть по-настоящему честным и открытым. Только так мы сможем изменить себя, изменить наш мир к лучшему, стать мудрее, сильнее, чище. И очень хочется, чтобы человечество пробуждалось как можно быстрее. И независимо от любых обстоятельств, чтобы люди брали то, что дает им понимание света. Ведь все страдания, они заключены только от невежества, от отсутствия знаний. То есть тьма, это там, где нет света. Где свет пропал на какое-то время, но он непременно появится, как солнце. Тучи могут появляться в небе, но потом солнце и свет, они снова появляются. И человеку становится ясно и понятно, куда идти, куда двигаться, каким образом взаимодействовать с этим окружающим миром. Потому что мир, он прекрасен, он красив. Очень глупо проживать его в страданиях, находясь запертым в квадратной коробке, не понимая своей возможности. И самое страшное, на мой взгляд, не только жить у Бога и жить ограниченно. А самое страшное, верить, что жить по-другому невозможно. Это заставляет человека страдать. Осознайте одну цель, одну вещь. Что если у вас нет собственной цели как таковой, то вы работаете на цель другого человека. Или на другие интересы. Это тоже очень страшно. Поэтому мечтайте, когда мы мечтаем, мы живем, у нас открываются новые возможности, открывается новая жизнь. Очень важно позволять себе путешествовать не только снаружи, но и путешествовать внутри. Поэтому я выбираю путь радости. И мой путь это путь радости. Самый добрый, честный, открытый. И я хочу пожелать всем представителям человечества, всем, тем, кто идет своим путем, находиться в состоянии ребенка, радоваться, быть легким, воздушным, счастливым. И по-настоящему испытывать вот это глубокое ощущение радости. Только так мы придем к источнику, у нас и становится мысленный диалог. И мы начнем обретать себя по-настоящему качественно. Как-то так. Все очень просто, друзья. Спасибо. Спасибо.